Добрый день! Вы смотрите программу «Совет моего дома» в студии Виктория Шары. Сегодня поговорим о том, как благодаря взаимодействию жителей и представителей власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Мостик между жителями и властью ТОСы – территориальное общественное самоуправление в Самаре развивается более 30 лет. Сегодня в областной столице зарегистрировано 76 ТОС. Именно на их уровне формируются инициативы, которые идут от потребностей жителей города. И сегодня мы поговорим о том, какова роль ТОС в благоустройстве и реализации других социально значимых инициатив. И как жители Самары вовлечены в этот процесс. У нас в студии два гостя. Председатель ТОС номер 4 Октябрьского района Алла Евгеньевна Беляева и председатель ТОС 113-й километр Галина Николаевна Четверева. Здравствуйте! 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 Галина Николаевна, сразу первый вопрос. Давайте обозначим деятельность ТОСа. Куда простираются границы? ТОС – это самоорганизация жителей, которая проживает на определенной территории для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Спектр вопросов, в которые жители обращаются в ТОС, он очень самый разнообразный. Мы в ходе своей работы работаем с управляющими компаниями, которые обслуживают наши дома взаимодействием, с администрацией района, с многими другими общественными организациями. ТОС решает многие житейские вопросы. И чистота, и порядок во дворах, в подъездах, организация детских площадок, праздников, мероприятий каких-то и других вопросов. Алла Евгеньевна, есть что добавить? Да, конечно. В наш ТОС могут входить жители, проживающие на наших территориях. Границы ТОС у нас определены нашими уставами. И мы работаем согласно наших уставов. И принимать в активной жизни нашего ТОСа могут граждане с 16 лет. И большинство у нас, вот я хочу сказать про свой ТОС, у меня очень много подростков, которые принимают активное участие вот в благоустройстве нашего ТОСа. То есть как раз в районе 16-15 лет, ребята? Да, 16. 16, 17, 18, вот они у нас. А они сами к вам обратились с инициативой? Прям пришли к вам, подошли, говорим, так, мы хотим что-то там поменять. Или как произошло? Изначально это было так. Я уже несколько лет сотрудничаю с молодежным центром Самарский. И у нас проводится, как сами знаете, у нас городские субботники есть. Школьники у нас приходят, убирают, я им помогаю там материал, двор, эти лопатки, все. И говорю, ребята, кто хочет летом поработать, но с 14 лет, значит, вы можете прийти поработать и за это получить деньги. Дети с удовольствием к нам ходят работать каждый год. Вот вы не поверите, от них отбой нет. Они вот две недели мне помогают. Они убирают дворовые площадки, занимаются обрезкой сухостоя. И, ну, я их связываю со старшими по домам, звоню старшему председателю МКД и говорю, помощь нужна. Они говорят, конечно, конечно. И вот эти подростки у нас вот с удовольствием работают с июня по октябрь. Ну, даже иногда в зимние и восемьи каникулы. Зимой на весенний и осенний каникулы тоже, да? Да, да, да. Даже вот кто уже закончил, кому 18 лет, они иногда звонят. А можно мы придем? Я говорю, ради бога, да приходите. Они помогают праздники проводить во дворах. Да, это большая помощь, это большой подспорье. Как раз они все жители наших микрорайонов, это будущее их. И они вот видят на своем уже, вот как они вот сейчас помогают нам. И они в дальнейшем, я уже их привлекаю, вот говорю, у нас вот такая программа есть, вот такая, вот такая. Давайте помогать. И они вот своих председателям МКД, там, жителям говорят, давайте поможем, поучаствуем в любой программе. А зимой что они могут сделать? Зимой помочь дворнику. Ну или, допустим, мероприятие какое-то, да, тоже масляницу какую-нибудь организовать? Да, мероприятие, конечно, конечно. Вот в прошлом году мы 8 марта проводили, у нас эти ребята, женщин, концерт устроили. Проявили, организовали концерт, очень даже хорошо. А у вас как молодежь активно, нет? Ну, активно тоже у нас на территории 113-го километра есть хоккейная коробка, где мы заливаем каждый год каток. И, естественно, детки там катаются, но чистить за ним тоже надо. Естественно, подключается вся молодежь, и детки маленькие. Даже лопатку бывает, иной раз лопату выдирают друг у друга, помочь. Ну, с молодежью разобрались, а что касается представителей воли взрослого поколения, вот они насколько активны? Кого у вас много, там, пенсионеров? Или, может быть, это молодые мамочки с детьми, у которых вытеклядно поведутся время? У нас разные категории граждан. У нас и пенсионеры есть очень активные, и молодые у нас есть активные. Так что тут вот, так сказать, конкретно кто-то? Нет. А как происходит взаимодействие с властью? С людьми я поняла, как вы работаете, как они обращаются к вам. Вот, допустим, вы решили что-то сделать. Как вы выходите? Тесно работаем со своей администрацией. Вот я с администрации Октябрьского района. Когда у нас проходит, ну вот даже по содействию, давайте я вам начну, по содействию. Есть у нас такая программа содействия, губернский проект содействия. Я, значит, озвучиваю в своей, у нас созданы чаты, кидаю информацию жителям, говорю, уважаемые жители, кто бы и хотел, вот, поучаствовать в такой программе содействия. Провожу с ним, ну, как бы, консультации методические, какие-то мероприятия. Встречаемся, озвучиваем, помогаем. У нас в администрации есть в отделе ЖКХ специалист, кто поможет составить смету, провести какую-то консультацию по поводу проекта, что-то уточнить. Так что, по-моему, с администрацией мы со своих хорошо взаимодействуем. И в прошлом году мы выиграли проект. А что это был за проект? Это у нас на Пятой Просеке была дубовая роща, старая уже, старая дубовая роща. И молодежь, жители Пятой Просеки вышли с предложением организовать там сквер, но сохранив вот дубы. Старую поросль как бы порубить, сохранить старые дубы, но там на территории сделать детскую площадку, зону отдыха хорошую. Мы вышли с инициативы в 2021 году, жители поддержали, и в прошлом году мы как бы воплотили свою идею в жизнь. И там теперь вот красивая, незаброшенная такая территория, где вот собирались, ну, оригинальной личности, можно сказать так, шашлыки устраивали, мусорили. Сейчас там стоят скамеечки, все это цивильно, все это красиво. Если будете, приезжайте, посмотрите. Это полностью по проекту содействия? По проекту содействия, да. И вот на примере вот данного проекта уже смотрю, другие приходят, смотрят, жители других дворов. И уже вот смотрю, так пошло, 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 пошло. Очень много. В прошлом году мы сдали два проекта. Вот в этом году еще один у нас двор стал победителем. Вы говорите два проекта, а какой еще, вот помимо этой рощи? Это солнечная 18, у нас детская площадка будет. Детская площадка. А, то есть она еще не закончена, да, у вас в процессе? Нет, она еще в этом году у нас будет. А, выиграли только. Да, выиграли на 23-й год. Выиграли, вот в этом году мы будем реализовать свой проект. И еще один у нас двор хочет участвовать. Так что у нас инициатива. Про проект содействия, несмотря на то, что он достаточно уже давно действует, и мы тоже очень много материалов готовим на эту тему и сюжетов снимаем, но периодически сталкиваемся с тем, что все-таки очень многие жители не знают, как в него вступить, какова доля участия. Там же 10% должны внести жители. Ну, там можно не только внести финансовое, там же можно и оказать свою какую-то поддержку физическим трудом. Помощь там в субботнике, там еще что-то. Но прежде чем там рассчитать вот эту сумму проекта и участие, доля участия жителей, это все вам может рассказать управляющая компания. Но прежде чем принять участие, мы собираем собрание, все жителям рассказываем, как это будет выглядеть. И доля участия этих жителей, самих жителей вот в этом проекте, кто-то может финансово помочь. Вот в прошлом году у нас управляющая компания предложила, она включила в платежи долю участия жителей. И жители на собрание согласились. То есть на какой-то там нагодой или на какой-то период времени раскидали. Ну, ненамного повысилась квартплата. Но зато они вот согласились, что надо детскую площадку привести в порядок, чтобы было хорошо. Ну, о планах пока забегать вперед не будем. Я бы хотела остановиться на другой теме. Вы очень активно помогаете участникам СВО. Расскажите, вот как началась эта работа, с чего? В 21-м году на базе нашего ТОСа у нас организовалась творческая мастерская рукодельница. Ну, костяк это составляли мои жительницы. Ну, жители нашего ТОСа, рукодельницы, жительницы. Которые шьют, вяжут. Вот вы не поверьте, я даже не знала, что у нас есть такие вот жители. Делали мы... То есть они вышли с инициативы, да? Они сначала у меня вышли с инициативы организовать такой кружок. Ну, говорю, ну ладно, организуемся. В прошлом году мы, значит, поорганизовались, шили петчворк, вот эти покрывала красивые, лоскутное одеяло. И с этими, со своими красивыми лоскутными одеялами мы вышли на конкурс, который проводил у нас совет ветеранов, городской совет ветеранов. Ну, за наши... Мы получили, конечно, дипломы, но красиво нас это воодушевило. И когда... И в дальнейшем мы уже подумали, а почему бы нам не помогать, нашим ребятам. Многие вот те же мои жительницы вошли вот в самбат, вот в этот чат. Я уж не стала говорить, у меня там много слишком этих чатов. И вот, значит, мы начали узнавать, что в чем нуждаемость наших ребят на СВО. Благодаря вот этому чату вы получаете информацию. Да, 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 самбат. В этом самбат мы узнали, что у них нуждаемость в этих носках. Кто умеет... Мы кликнули клич, кто умеет вязать носки. Самбат нас обеспечил пряжей. Мы, значит, нашли несколько человек, а я в том числе, мы вязали носки. Мы вязали носки и отправили где-то более 120 или 130 пар. Это за какой период времени вы умудрились так много связать? Ну, с ноября, да. То есть за всю зиму, да, вот за их холодное время? Да, мы еще до сих пор продолжаем вязать носки, потому что нам сказали, что носки нужны круглый год. Мы до сих пор... Вот у нас пока на настоящий момент пряжа закончилась. А так вот мы продолжаем их вязать. Затем, значит, и я еще информацию в чат выложила, информацию, кто нам может чем-то помочь. Жители, многие жители нам скидывали деньги, перечисляли деньги вот на покупку данной пряжи. Мы еще дополнительно купили пряжу и вот вязали носки. Это уже чат вашего ТОСа, да? Да, чат ТОСа. У меня называется «Неравнодушный житель». И туда вот жители мне... Я им, соответственно, выкладываю фотографии, что вот мы покупаем пряжу, вот эти носки, вот которые мы с вами вот на ваши деньги куплены. Мы... Жители, конечно, это лайкают. В дальнейшем мы купили ткань и нам еще принесли жители неравнодушные наши ткань. Мы сшили постельное белье для нашей зоны СВО. Ну, нижнее белье, это трусы вот сшили. Ой, сшили. И к 23 февраля мы отправили две посылки. Очередные две посылки. Вот сейчас мои жительницы сходили на... Ну, как бы на мастер-класс. Что за мастер-класс? Мастер-класс – это пошив нижнего белья, нижнего... Это трусов для раненых. Мы отправляем непосредственно в Луганск и вот эти нижние... И трусы эти на липучках для того, чтобы было раненым очень удобно. Вот завтра как раз мы встречаемся, осваиваем... Будете новую партию шить? Будем новую партию, да. Новую партию, у нас уже материал стоит на работе. Вот завтра придут мои мастерицы, мы начнем шить. И еще я... Еще у меня сегодня... Сегодня принесли жители очень много продуктов. Так что продукты принесли, газовые баллоны, зубные пасты, зубные щетки, медикаменты. Вот помимо того, что мы вот занимаемся вот этим ручным трудом, жители понесли нам еще вот такие вот. У нас есть сюжет. Я думаю, что иногда лучше один раз увидеть, да, чем сто раз услышать. Давайте посмотрим сюжет о том, как вот жители Октябрьского района помогают участникам ИСВО. Отправляя посылки Татьяна Томаровская, искренне верит в то, что тепло рук и ощущение заботы поможет тем, кто больше всего на свете скучает по дому, родным, близким, своему городу и стране. Для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, каждый вклад бесценен, отмечает Татьяна Викторовна. Вместе с активистами ТОС номер 4 Октябрьского района она вяжет шерстяные носки и шьет белье для наших ребят. На Донбасс уже отправлено более ста пар вязаных носков. Приложить свои руки, тепло своих рук, вложить в изделие и осознаешь, что это обязательно дойдет, это согреет, это поможет. И получая такие подарки, я думаю, у них согреваются сердца. Активисты ТОС номер 4 помогают нашим военнослужащим сами и вовлекают в процесс других жителей города. Одни приносят ткань, другие пряжу. В территориальном общественном самоуправлении есть место и для раритетных вещей. На этой швейной машинке, ей уже больше ста лет, шила форму для солдат в 1941-м бабушка председателя ТОС номер 4 Аллы Беляевой. Еще посмотрите, тут вот герб, видите, не все республики. Сегодня ее также используют для пошива вещей, кроме того, активисты ТОС номер 4 регулярно участвуют в сборе гуманитарного груза. Очень много активных, добрых людей, которые действительно хотят в данной ситуации помочь, поддержать, ищут идеи, ищут возможности. Искренне горжусь и люблю этих людей, потому что понимаю, что это идет от чистой души, от чистого сердца, от желания помочь, поддержать и рассказать ребятам о том, что их ждут, что их любят. Помогают нашим бойцам и представители ТОС номер 1. Он также находится в Октябрьском районе. Кроме товаров, первой необходимости, вещей, сигарет, сгущенки, сладости и чая, представители территориального общественного самоуправления участвуют в изготовлении блиндажных свечей. Как и обычные свечи, они тоже из парафина, но существенно отличаются от бытовых. Такой прибор может гореть долгое время без перерыва, а силы огня хватит, чтобы приготовить обед. Свечи востребованы у солдат, которые проводят много времени в окопах, без возможности добраться до пункта размещения. Для приготовления блиндажных свечей нам нужны банки, оптимальный размер. Высота картона, который мы вставляем, вставляем линейку внутрь, замеряем где-то у нас здесь в этой баночке 7,5 сантиметров. Дальше дело техники. Спрессованный или скрученный по спирали картон вставляется в жестяную банку и заливается воском, предварительно расплавленным на паровой бане. Расходный материал для изготовления блиндажных свечей приносят неравнодушные жители города, представители бизнес-сообществ и служители церкви. Профиновые свечи, которые мы бросили, но сюда мы положили и церковные свечи, вот эти агарки, которые нам дают церковь. Одна из основных задач органов местного самоуправления – поддержка инициатив населения, особенно когда это касается ребят, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На сегодняшний день со стороны Министерства обороны военнослужащие обеспечены всем необходимым. Существенный вклад внес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава города Елена Лапушкина неоднократно подчеркивала, что таким инициативам добровольческих объединений городская администрация всегда готова оказать поддержку, чтобы они развивались и дальше. Кроме того, администрация Самары оказывает помощь семьям военнослужащих, контрактников и добровольцев Самарского батальона, а сотрудники районных администраций всегда находятся с ними на связи. Убеждена, что и на территории Самары есть масса инициатив, про которые мы даже не знаем. Люди сами, самостоятельно помогают. Наверное, в этом и есть сила русского характера, о том, что делать добрые дела, не кичаться этим, а делать это от души и от сердца. Всю собранную гуманитарную помощь наравне с тем, что сделано своими руками для наших бойцов, вскоре отправят в зону СВО. Кому-то из наших военных достанется и эта свеча, которая согреет не только своим теплом, но и добрыми, искренними пожеланиями. Напоминаю, что вы смотрите программу «Совет моего дома». И у меня в эфире два гостя. Председатель ТОС номер 4 Октябрьского района Алла Евгеньевна Беляева и председатель ТОС «113-й километр» Галина Николаевна Четверева. Галина Николаевна, и вопрос к вам. Мы уже затронули программу «Содействие», как она работает в Октябрьском районе. И хотелось бы поговорить о том, как у вас в Куйбышевском районе она работает. У вас появилась новая шикарная детская площадка, благодаря в том числе и этой программе. Расскажите об этом. Ну, вот смотрите, оба эти проекта, они как бы объединяют инициативу жителей, они отличаются финансированием. Оба проекта, получается, инициативное бюджетирование и проект «Содействие». То есть в губернаторском проекте у нас идет регион, район и жители, а в инициативном проекте у нас идет регион и жители. Это исключительно районная история, и они прекрасно дополнили друг друга, чем мы и взаимоспользовались на территории нашего поселка «113-й километр». Значит, в 21-м году мы реализовали проект «Содействие», где была у меня, как говорится, во главе вступила, ну, как бы, инициативная группа во главе с Ахриковой Натальей Викторовной. Вот, и нам это понравилось, и мы решили… Давайте поясним, что у вас был пустырь, да, по адресу Лепеговская, между третьим и пятым командами. Да, у нас была очень давно старая детская площадка, это все сломалось, все разрушилось со временем, и пустырь, и вот мы решили зайти в проект «Содействие». Потом нам это все понравилось, и мы продолжение этой красивой истории в июле, даже в мае 22-го года я провела собрание с гражданами, где мы рассмотрели вопрос в поддержку инициативного проекта «Веселый островок», мы назвали его, обустройство детской игровой зоны, и я сформировала заявку и направила ее в администрацию для участия в конкурсном отборе, где мы и выиграли ее. И у нас образовалось шикарное продолжение детской площадки, игровая зона, где входит детская спортплощадка с качелями, также игровая зона, ну, урны, скамейки. А вот насколько сложно было взаимодействовать с жителями? Вот они жили, да, у них был пустырь, им казалось, что ничего хорошего там в этой жизни не происходит, и вдруг вот начинаете выходить там по домам, да, наверное, по квартирам, что-то объяснять, верили, не верили, как реагировали? Ну, изначально, когда мы зашли с проектом «Содействие», с инициативной группой, то есть это было очень тяжело, люди не верили, что это может осуществиться и реализоваться в нашем поселке, как бы понимать того, что поселок 113, он находится в отдаленной части, как говорится, Кубежского района, и он составляет всего лишь 27 домов, многоквартирных домов, где около, примерно около 3000 жителей нашего поселка, и очень, как бы, тяжеловато. Да, мы ходили. А у вас большая была инициативная группа? Ну, во главе у меня была Наталья Викторовна Сахарякова, она такая у меня очень... Основательная? Основательная, да. Вот, ну, где-то в районе 15 человек. Вы как-то распределяли адреса, да, 5 человек идут по таким, допустим, адресам 5 по таким? Ну, вот, кто как может, да, например, сегодня вот одним могут, сегодня, завтра другие могут. После работы вечерами вставшие ходили? Да, вечерами, да, вечерами выслушивали, мы всем объясняли, заходя в каждую квартиру, мы объясняли каждому, что она происходит. Ну, на словах приходилось объяснять? Да, на словах, да, ну, у нас были, да, у нас были буклетики, где мы показывали, что такое, вот. Как, большинство все-таки верили, что все получится, мы справимся? Ну, все было, справимся, когда началось это содействие, потихонечку, вроде бы люди начали уже доверять и смотреть, что действительно. Потом людям это понравилось, они посмотрели на это все, и мы вот зашли в администрацию с инициативным проектом, где нас поддержала, спасибо большое, администрация Кубежского района. И мы, у нас сейчас замечательная площадка, где собираются все детки и дошкольного, и школьного возраста, и с родителями, вот, и там до сих пор, и зимой она очень востребованная. Детей очень много, играют, все довольны. Давайте тоже посмотрим сюжет, как выглядит ваша волшебная площадка. Новая детская площадка на 113-м километре Самары – яркий пример эффективного взаимодействия жителей и представителей власти. Инициатором ее появления стала житель микрорайона Наталья Сахрякова. Когда она стала бабушкой, выяснилось, что с малышом гулять негде. Сначала Наталья, вместе с другими местными активистами, привела в порядок расположенные между третьим и пятым домами по улице Лепеговской пусты. Убрали мусор, установили лавочки. А потом Наталья узнала о губернаторском проекте содействия, согласно которому нужно разработать проект территории, требующей преображения, и собрать 10% его стоимости жителей. Остальные средства выделяет область. Проделав вот эту работу, не только я одна, у нас тут группа мамочек и папочек, которые такие более активные, мы вступили, все документы собрали, все сделали, вышли на этот проект, выиграли этот проект, этот конкурс, потому что это все же на основе идет конкурса. Тут же идет содействие, то есть это не только государственные бижутированные деньги губернатора, но и деньги самих жителей, которые мы вот с этой группой каждый день после работы ходили в каждую квартиру, стучали, рассказывали, показывали. Была проделана очень большая работа. Так во дворе появилась детская площадка с горкой, качелями и лавочками и каруселью. Все оборудование сделано в России. Площадка сразу стала местом притяжения детворы, но заняла только треть пустыря. Вдохновившись, жители микрорайона решили обустроить и оставшуюся территорию. На этот раз помогли районные власти. Мы совместно с жителями решили продолжать этот двор в 2022 году, и в 2022 году уже за счет средств районного бюджета сюда вернулись и продолжили также детскую площадку, сделали асфальтные дорожки. Благодаря активности с одной стороны жителей и благодаря тому, что созданы все эти программы на региональном и федеральном уровнях, появилась возможность привезти этот большой двор. Мы видим, что двор располагает к тому, чтобы здесь сделать что-то хорошее. Достаточно большая площадь, открытое пространство. Выходят сразу два достаточно больших дома. Все качели и карусели на площадке выполнены с соблюдением современных требований безопасности. В центре прорезиненное покрытие. Теперь местные жители мечтают привести в порядок и рощицу, расположенную сбоку от площадки. В тени деревьев в жару можно укрыться от солнца. Там можно установить качели и карусели для самых маленьких, чтобы они играли в стороне от активных подростков. Галина Николаевна, я знаю, что вы настолько вошли во вкус, что и сейчас не собираетесь останавливаться. У вас снова есть планы на оставшуюся часть территории. Какие они? Расскажите. Ну, мы не планируем оставаться действительно на реализации этих двух проектов. Мы идем дальше и хотим продлить игровую зону. Пока мы только обсуждаем это с жителями. Но весной этого года мы хотим благоустроить территорию вокруг этой площадки. И мы хотим создать цветущую клумбу. Она у нас вокруг как раз этой большой площадки. Там вот асфальтом выложена дорожка, в центре которой в этом году стояла елка. Да, у нас мы поставили елочку. Да, у нас она и в свое время стояла на этом месте. И мы решили... И теперь там как раз вы хотите клумбу организовать. Весной как раз мы хотим большую цветущую клумбу там сделать, организовать. А еще у вас там есть небольшая там рощица-не рощица, где вы хотите... Да, у нас немножечко, да, там незаконченная территория. И мы бы хотели благоустроить. И на этом не хотим останавливаться. А это уже по какой программе хотите сделать? Ну, мы посмотрим. Это может быть и так же зайдем и с содействием, и с инициативной группой. Как бы посмотрим, рассмотрим, как нас поддержат. Галина Николаевна, вот насколько вас поддерживают жители? Насколько они помогают осуществлению планов? Ну, вообще я бы хотела поблагодарить всех наших жителей 113-го за активное участие и поддержку, естественно. Также я хочу поблагодарить главу города Елену Владимировну Лапушкину и, естественно, нашего главу Куйбышевского района Алексея Александровича Коробкова за нашу поддержку наших инициатив. Я хотела бы сказать большое спасибо жителям нашего ТОСа, которые неравнодушны к нашему микрорайону. И спасибо им за то, что они являются двигателями всего, инициаторами того, что у нас сейчас происходит, как наш микрорайон преображается. Спасибо вам огромное за вашу помощь и поддержку. И спасибо нашей администрации Октябрьского района во главе с Сергеем Олеговичем Радько. Время нашей программы очень стремительно заканчивается. Я желаю вам, конечно же, успехов во всех ваших, уже даже не начинаниях, а в таких мегапроектах. И чтобы все сбылось, и чтобы этой весной ваши дворы, ваши территории, конечно же, цвели и были благоустроены. Это была программа «Совет моего дома». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. До свидания.